Россия развернет системы и комплексы, способные ослепить любого воздушного нарушителя трагедии 17 сентября, когда в сирийском небе был сбит российский ИЛ-20 и погибли 15 наших военнослужащих, разделила операцию в Сирии надо и после. Пока одни судорожно искали слова оправдания, другие выступили с жесткой инициативой. Так, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Сирии будет организовано подавление радиоэлектронных, навигационных и других систем любого воздушного нарушителя, который будет угрожать нашим объектам на сирийской территории. Вскоре в ближневосточный регион отправились комплексы С-300 вместе с системами РЭП, их задача — развернуть непроницаемый купол для любого, кто посмеет угрожать российским военнослужащим. Что на деле он будет представлять собой и как сработает? Армейский стандарт выяснил эти подробности в беседе с советником первого замгендиректора концерна радиоэлектронной технологии Владимиром Михеевым. Владимир Геннадьевич, каких изменений теперь ждать в Сирии после недавнего жесткого заявления Сергея Шойгу? Что в Сирии присутствуют российские системы и средства радиоэлектронной борьбы, РЭП, это никакой не секрет. Например, это системы подавления навигации, которые борются с GPS, а не заняты борьбой с беспилотниками. Кроме того, там уже длительное время работают системы борьбы с различными радиолокационными средствами разведки и наведения высокоточного оружия. Это станции Кросуха С-4, которые противодействуют различным средствам разведки и наведения высокоточного оружия. Теперь эта группировка будет усилена. Пополнение получат и системы подавления УКВ радиосвязи. Это автоматически лишит потенциальных нарушителей воздушного пространства Сирии возможности управлять любыми средствами во всех средах, в воздухе, на земле, на море. Вы сказали, что там из систем РЭП много чего было. В каком режиме работали эти средства? До дня сегодняшнего они там собирали информацию и вели разведку. А сейчас настало время перевести их в активный режим. И так, как бывало раньше, безнаказанно летать и что-то бомбить уже не выйдет. Очень скоро наши друзья, тот же Израиль, в этом убедятся. Особенно, когда у них в определенных районах перестанут работать радиолокационные системы, откажут системы связи и управления, навигации, локации и передачи данных. То есть купол прикроет регион, где присутствуют наши войска. Да, именно там и будут значительно наращены возможности систем радиоэлектронной борьбы. И будут подавлены не только самолеты, которые сунутся к нам с разведывательной миссией. Если что, внезапно откажет и оружие, которое могут нести эти самолеты. Управляемые бомбы и умные ракеты вообще будут объектами первоочередного радиоэлектронного поражения. И это, на наш взгляд, кардинально изменит ситуацию в регионе. А что конкретно изменится и усилится в сирийском регионе? Еще до поставки С-300 в регион мы говорили, что вместе с ними придут свои радиолокационные системы и средства. Самое главное, они будут оснащены современными автоматическими системами управления, АСУ. Теперь решения, как реагировать на то или иное событие, будут принимать не в силу каких-то там субъективных обстоятельств. Давайте стрельнем, а в силу целого ряда значительно возросшего потока информации. То есть необходимую информацию о возможных угрозах средства РЭП будут получать не только от точечных радиолокационных станций. Так точно. В регионе будет создана так называемая система классической противовоздушной обороны, которой всегда славился Советский Союз. Да, эксперты и воин социей не раз заявляли, что советская система ПВО была впереди планеты всей. Однако чем конкретно славилась ПВО СССР и что лучшее мы можем взять уже для российских систем? Весь мир признавал, что такой ПВО, как у СССР, нет ни у кого. Она включала в себя всевысотное радиолокационное поле, систему зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиуса действия, а также непосредственное прикрытие самих зенитных ракетных комплексов. Также было авиаприкрытие, полки перехватчиков. А работало это так. Например, самолеты поднимали для работы по дальним целям. По каким-то оперативным целям работают непосредственно зенитные ракетные комплексы. Туда, кстати, интегрировалась система радиоэлектронной борьбы. Впрочем, прежде чем сделать свой радиоэлектронный выстрел, она до 90% времени работает на разведку. Вообще, система разведки и РЭП значительно увеличивает возможности общей системы ПВО, потому в Сирии будут созданы так называемые разведывательно-помеховогневые комплексы. Как эти системы работают? Например, израильский самолет вооружен и готовится к взлету, и, он еще рулит по аэродрому, а у нас уже обозначен как новая цель, ему уже присвоен в автоматическом режиме номер ВАСУ, оценены его характеристики, боевые возможности уже нанесены на электронную карту, и система ПВО напряглась, ждет его. Если мы понимаем, что цели у него неблаговидные, тогда мы начинаем электронное воздействие, лишаем его связи, навигации, локации, управления, передачи данных, и так далее. То есть самолет противника начинает постепенно слепнуть. Если он и дальше продолжит полет, то сработает так называемая система свой, чужой, она запросит госпринадлежность самолета. И если чужой, то, если чужой, то локатор зенитных ракетных систем возьмет его на сопровождение. Система предупреждения УФ-16 даст знать летчику, что он на мушке. После повторного, более настойчивого предупреждения о вхождении в опасную зону у него будут блокированы все системы управления. Если и тогда останутся намерения продолжить угрожающие действия, уже возможно применение оружия по нему. Это и есть классическая полноценная система противовоздушной обороны в действии, которая имеет значительно большие возможности, чем единичный зенитный ракетный комплекс, самолет-перехватчик или станция помех. Когда все они работают в комплексе, эффект увеличивается в десятки раз. И его уже сегодня вполне могут почувствовать все недоброжелатели и друзья в Ближневосточном регионе. Но ведь и так называемые партнеры и друзья могут развернуть и свои системы для контр-борьбы и могут. Более того, мы уверены, что в регионе неизбежно сработает принцип, кто кого переиграет. Все системы будут работать по принципу контр-радиоэлектронной борьбы. А есть ли у нас на этот случай свой козырь в рукаве? Я так скажу, за последние десятилетия Россия серьезно продвинулась в области современных систем радиоэлектронной борьбы. Почему? Причина в том, что некоторые страны слегка расслабились в этом направлении. Скажем, зачем США какие-то радиоэлектронные новинки, если они воюют только с недостаточно сильным и слабо оснащенным технически противником? Мы же, как говорится, работали по максимальной планке, с максимальными требованиями на перспективу. И когда день противостояния настал, мы к этому времени неожиданно для всех пришли со своими новыми разработками, причем достаточно серьезными. Все наши системы, авиационные, корабельные и наземные, на полной цифре. И готовы к ведению этих самых электронных войн. И кстати, возможное противостояние радиоэлектронных систем в Сирии, это хорошая возможность для нас попробовать на зуб друг друга. А что такого уникального в современных системах, которые есть у нас? Так как они все цифровые, то и алгоритмы их работы можно легко менять исходя из конкретной ситуации. Например, сидя за компьютером, мы можем и ложную информацию закачать на объект. И это, наверное, правильно с точки зрения предупреждения более серьезных конфликтов. Ведь, поняв, что мы обладаем полностью достоверными сведениями и контролируем информационную ситуацию на поле боя, любой противник откажется от дальнейших агрессивных действий. Интересное решение. Молодежь к таким работам привлекаете. Еще два-три года назад мы подошли к рубежу, когда у нас закончился советский научно-технологический задел. Вот и пришло время присмотреться к молодым специалистам. И теперь вся современная техника уже начинает создаваться вот этими молодыми людьми. Например, недавно самый престижный в нашей отрасли премии Ревунова за вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции отмечены многие молодые специалисты. Они и вправду другие. У молодежи особый, новаторский стиль мышления. Молодежь предлагает такие решения, которые старому поколению и в голову бы не пришли. Борьба с похожими системами оружия и противника путем воздействия на его базы данных. Словом, эти в хорошем смысле помешанные молодые люди и создают принципиально новые системы будущего. Назовите реальный пример таких инновационных прорывов. В арсенале оборонительных радиоэлектронных систем есть возможность остановить врага и совсем необычными способами. Я чуть выше говорил о воздействии на базу данных объекта противника. А на деле это выглядит так, загружаем в нее некорректную ориентацию, подменяем созвездие спутников, по которым она идет к цели. И такая ложная информация запутает ракету, и она, сойдя с ума, скорее всего, пойдет на самоуничтожение. А можно вообще перепрошить вражеский объект и таким образом вообще избежать атаки противника. В итоге весь комплекс систем радиоэлектронной борьбы станет надежным прикрытием для российских войск в Сирии. Ну и сильным аргументом в разговоре с теми, кто до этого всю нашу обеспокоенность постоянно игнорировал.